всем привет в эфире дикий металл и сегодня у нас лекция на тему симбиотическая и отональная инвазивность инструментов в дэд металле но не пугайтесь столь заковыристого названия я вам гарантирую что безо всяких спец образований вы все легко поймете тем более что у меня у самого нет никаких специальных образований я все разложу по полочкам но для начала определим с терминами все определения термином я буду давать исключительно в контексте металла не биологии не медицины только в контексте металла что такое инвазивность инструментов это когда у нас какой-то инструмент внедряется да то есть инвазия это вот внедрение или подмешивание и вот у нас какой-то инструмент инвазивный внедряется или вмешивается в композицию который резко выделяется своим саундом который заявляет о себе обращает на себя внимание ну в общем выделяется этот инструмент вот что такое инструментальная инвазия вмешивающийся выделяющийся обращающий на себя внимание инструмент либо звук от какого-то основного инструмента который звучал так вот не особо выделяясь а потом вдруг бац и зазвучал так что начал выёживать со своим саундом или своим соличком вот это и есть инструментальная инвазия но инвазия инструмента может быть двух типов первый тип инвазии инструментов это симбиотический это когда вот этот выделяющийся инструмент он звучит в ритм в такт он подчеркивает эмоциональность композиции либо ее драйв либо ее грусть меланхоличность ну и так далее он своим звучанием очень выгодно дополняет саунд но при этом он естественно выделяется резко из общего санда обращая на себя самое пристальное внимание и второй вид инвазии инструментов это а тональный здесь тоже самое у нас композиции начинает присутствовать какой-то выделяющийся в ее живущийся до инструмент который при этом звучит не в ритм основному ритму да и не в тон а наоборот а тонально он как бы начинает бороться с другими инструментами вступая в конфликт например вот на альбоме обскура группы gargatz где смешались в кучу кони люди где одна гитара вступает в конфликт с другой одна гитара играет что-то свое другая свое нету какого-то общего ритма такой аритмический альбом и на эту тему кстати очень хорошо высказался маэстро юрий лапинский а те которые те профессионалы скажу точнее развратники они ничего другого не делают как только это живут вот в мире музыки ему там кайф удовольствие это тоже наркотик для него и он там до таких высот поднялся и так умеет крутить вертеть сложить и комбинировать и что что другим даже непонятно потому что вот начинаешь там джаз слышать слушать там иногда местами вот эта тема так тема там так моргнула через полминуты опять эта тема кто-то там на другом инструменте ту же самую тему поднял сыграл и потом демонстрирует как он может ее крутить вертеть и комбинировать сделать и все ну мне нравится вот те джазмены которые каждый играет свое буквально свою независимо от того того третью там вот пять десять человек все все вместе получается музыка если ты в этой гамме гамме на пианино позна тренирует чтобы только там определенные ноты существует определенные интервалы они созвучны они друг другу не противоречат они не борются между собой но когда диссонанс ты просто нажмешь какую-то там вот джазмены иногда делает специально трюки такие он вот такой клинк-клинк-клинк делать такой совсем и не в той гамме не в той тональности делается другое но это специально это эффект да и да и там опять нету такого вот лишних комбинаций это просто он так по сценарию он там хотел показать что он вот не только эти которые нужно можно может и там тоже и там тоже кое-что он может ставить то что не надо и получится хорошо и получится хорошо да да и потом все обсуждают да это мастер как он это сделал ну когда дошло до них если не доходит ну то не доходит и доходит да не будем обижаться на простаках да да данный пример о тональной инвазии дэт металлисты в особенности прок детовые и техно детовые металюги позаимствовали у джазменов джазмены очень любят всяческую инвазию и конфликт между инструментами либо мешанину когда один инструмент играет свое другой свое это воспринимается как аритмичность но при этом это может такая вот инвазия подчеркивать какую-то хаотичность или закрученность альбома либо хаос вот нашего бытия и тут конечно же нужны примеры давайте сначала я вам дам примеры симбиотической инвазии в дэт металле например очень хороший пример это группа vital remains например ее альбом forever underground 97 года там вот в третьей композиции я помню которая называется i am god посреди композиции прямо на фоне брутальной гитары начинает звучать красивейшая акустическая гитара до его suzuki какой же эпическое меланхолическое соло она там вырисовывает резко выделяясь из общего саунда обращая на себя внимание своей красотой своей мелодикой своей эпичностью безусловно это акустическая гитара в данной композиции является инвазивной но при этом она не вступает в конфликт с другими инструментами наоборот она подчеркивает эмоцию она усиливает восприятие данной композиции безусловно это мы имеем дело в случае с данным альбомом с симбиотической инвазией когда инвазивный инструмент только еще больше подчеркивают определенную эмоцию в композиции при этом естественно резко выделяясь своим звуком а а ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Также и на альбоме Icons of Evil у Vital Remains тоже можно услышать акустическую гитару поверх жесткого, брутального рубилову. Дэйв Сузуки, на мой взгляд, один из лучших соло-мейкеров вообще планеты, вообще всех музыкальных жанров. Я такого еще нигде не слышал, кто так гармонично может вплести инвазивную акустическую гитару в дед металл. Ну, кто еще так может? Ну, да и Сузуки просто гений в этом. Гений. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Следующая группа, которая использует инвазию, именно симбиотического характера, это... Так, сейчас я скажу, как она называется. Называется эта группа, конечно же, Nocturnus. На альбоме Zackey периодически обращают на себя внимание резко выделяющиеся соло-гитары, да, которые подчеркивают вот такую космическую хаотичность этого альбома. Также периодически возникают клавишные, тоже резко выделяющиеся и придающие еще больше космического эпоса данному альбому. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Офигенный альбом, инновации для 90-го года, и даже сейчас он слушается очень свежо и по-космическому эпично. Вот я бы так сказал. Еще один пример симбиотической инвазии – это альбом группы L'Extaleonis. Альбом называется The Supreme Aggression. Ёшки-матрёшки! Как же этот альбом выносит весь мозг, но в хорошем смысле. На этом альбоме симбиотически инвазивными являются ударные. Такой бешеной молодьбы, беспрестанной, ну, я еще нигде не слышал. Я даже не знаю, кто это барабанит, робот или живой ударник, чёрт его знает. Но, безусловно, такие ударные обращают на себя внимание, когда их впервые слышишь, что даже возникает мысль, да чёрт побери, неужели они действительно так будут весь альбом молотить? Да, они именно так будут весь альбом молотить. Ударные подчёркивают вот эту безумность гитар. Ну, то есть тут очень-очень классный симбиоз между инструментами, между ударными и гитарой. Периодически тут ещё и вокал проявляет свою инвазивность в виде оперного гроула. Вы когда-нибудь слышали оперный гроулинг? Вот тут он есть. Офигенный альбом с инвазивным оперным гроулом, с инвазивными безумнейшими ударными. И ещё можно привести примеров. Вот знаете, я часто употребляю в своих обзорах такую метафору, как костями разбрасывающий брутал. Ну, эта метафора означает, что брутал настолько жёсткий и тяжёлый, что аж кости вылетают из-под земли. А теперь представьте, что это не метафора, что действительно существует без шуток альбом, в прямом смысле слова разбрасывающий костьми. И такой альбом есть у меня для вас. Альбом группы Decaying Flash. Называется Virtus in Suffering. Вместо одной из ударных установок тут черепушки, вместо барабанных палочек кости. И вот это перестукивание костями проскакивает на этом альбоме в каждой композиции, периодически включаясь в общий саунд. Блин, я когда первый раз услышал, я аж офигел. Я подумал, нифига себе, как они это придумали? Как до такого додумались? Вроде бы идея-то несложная. Стучать костями по черепам. Вот эти перестукивания, как же они подчеркивают болезненную каннибалистичность этого альбома. Он по-болезненному каннибалистичен. У него такой густой, наваристый саунд. И вот эти перестукивания костями, да, разбрасывания этими костями, они только подчеркивают вот эту болезненную аборигенчи, то есть данного альбома, да. Прямо так и кажется, словно аборигены доедают какого-то кука в своем каннибальском безумии, периодически переключаясь там на других членов корабля. Ну, просто настоящее каннибальское безумие данный альбом. И очень большую роль в создании вот этой каннибальской атмосферы как раз играют ударная установка из костей. Я уж не знаю, есть ли там отдельный ударник, который стучит этими костями по черепам, или основной ударник успевает и по обычной ударной установке стучать и по костям. Не знаю, но вот такая фишка у них есть. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Плюс еще есть один инвазивный инструмент на этом альбоме. Это то ли дудка какая-то фирменная индонезийская, то ли так гитара звучит, но она тоже резко выделяется своим звуком и подчеркивает вот эту индонезийскую аборигенскую атмосферу. Вот тоже очень-очень классная такая гитара, дополняет саунд, офигенно звучит. Блин, советую этот альбом. Значит, примеры симбиотической инвазивности я вам привел. Теперь давайте приведу примеры отональной инвазивности. Ну, к примеру, вот есть такой альбом группы Spectrum of Delusion, называется Neoconception. В этом альбоме инвазивным является бас. При этом он отонально инвазивен, он вступает в конфликт, он играет свой ритм, в то время как другие гитары играют свой ритм. Он своё, а не своё. Типичный пример отональной инструментальной инвазии. Да, у этого альбома нет какого-то общего ритма и общей концепции тоже нету. Он весь из себя такой отональный. И вот этот бас, звучащий как натянутая резинка труселей, на протяжении всего альбома вступает в конфликт с гитарами. Субтитры сделал DimaTorzok Альбом концептуальный. Мне такое далеко не всегда заходит, но данный альбом я один раз прослушал от начала до конца. Мне было любопытно, что же там дальше будет вырисовывать этот безумный басист. А бас-гитара порой звучит настолько конкретно, так выделяясь из общего саунда, что даже ты перестаешь слушать другие инструменты, они отходят на второй план, а вот бас выходит на первый. Вот такой вот пример, да, необычный. Но есть ещё примеры. Да, Gorgats Obscura я упомянул. Мишанина. А тональность, безусловно, соло-гитары в этом альбоме периодически проявляют свою инвазивность. Да и вокал, если не ошибаюсь, тоже. Я давно этот альбом не слушал. Я такой не очень не котирую, но такое явление, как Obscura, имеет место быть, поэтому я обязан упомянуть об этой Obscura. Ой, Obscura, то есть оговорился. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Так, далее. Группа есть Affluence, альбом Liquid Fit. Ну, это тоже полная тональность. Здесь на фоне брутального рубилова периодически начинает звучать какое-то безумное пианино, а на фоне пианино ещё могут зазвучать кастрюльные ударные. Вот эти кастрюльные ударные вместе с пианиной здесь как раз являются атонально-инвазивными инструментами. Этот альбом способен, ну, расплющить ваш мозг, поэтому, если нравится, такое зацените. Я послушал этот альбом, любопытный такой брутал джаз-фьюжн. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Музыканты наверняка обслушались джаза до посинения и решили вот вплести джаз в брутал. Получилось у них или нет, судить вам. На мой взгляд, к этому альбому даже не применим такой термин, как получившийся цельный саунд. Он тут нифига не цельный. Он просто вот есть такой, какой есть. Следующий альбом Беонг Зе Катакомб Фатал Яро. Тут на этом альбоме есть инвазивные клавишные, звучащие как орган. И есть ещё такой роботизированный вокал, который тоже резко выделяется из фона. И тоже звучит он как-то не в такт, не в ритм. Ты ожидаешь услышать от вокалиста очередную порцию гроула, а тут вдруг какой-то робот начинает возникать и своим электронным голосом что-то там бормочет. Субтитры делал DimaTorzok И периодически вот эти возникающие клавишные тоже играют вот какой-то свой ритм, в то время как гитары играют свой, и вот конфликт между клавишными и гитарами. И следующий альбом, как пример о тональной инвазивности инструментов, это Атеист, альбом Уинквич Тонейбл Призенс, альбом 91-го года. Ну, я давно его не переслушивал, альбом непростой, я его чуть-чуть надкусил своими клыками, но до самой косточки не добрался пока что. Периодически возникающие тоже соло-гитары, играющие не в ритм, наоборот, а тонально. Но вот как же вот эта альбомность на этом альбоме подчеркивает вот какую-то такую конфликтность, что ли, двух миров. Вот один мир цвета, другой мир тьмы. И они как бы в этом альбоме схлестнулись в какой-то своей непримиримой схватке, да, и вырисовывают нам одновременно два разных композиционных рисунка. На мой взгляд, это действительно пример о тональной инвазивности инструментов в Дэд Металле. Дэд Металле. Ну, привёл я вроде вам по, получается, по пять примеров в каждой инвазивности. И, я думаю, что-то новенькое вы для себя да откроете из этой лекции. На этом мы заканчиваем. До новых встреч. В эфире был Дикий Металл.